В эфире Финам.ФМ очередной разговор цикла слова и молчания, в котором мы стараемся говорить о поисках смыслов, о поисках ответов на вопросы, не всегда имеющие ответы, или, по крайней мере, простые ответы, об опыте интеллектуального, метафизического, я бы даже сказал, напряжения, ну и о том, чем это все оборачивается в нашей жизни. Добрый вечер, меня зовут Дмитрий Несветов, и сегодня обо всем об этом, ну и о многом разном, мы говорим с президентом фонда прикладных политических исследований Индем, в прошлом более трех лет помощником первого президента России, публицистом, социологом, исследователем Георгием Сатаровым. Добрый вечер, Георгий Александрович. Добрый вечер, спасибо за приглашение. Спасибо большое, что пришли. Тем много, поговорить мне хотелось бы действительно о всяком и разном, с вами в первую очередь, наверное, о таких вещах, как, таких непростых материях, как природа власти, как трансформация элит, как возможность социальных изменений, надеюсь, обо всем об этом мы еще поговорим, но у нас есть такое небольшое препятствие под названием Григорианский календарь, который, к сожалению, обращает на себя внимание, и этими днями, а наш эфир 9 декабря, эти дни необычные, не очень непростые, и заставляющие кое о чем задуматься. Так вот, 9 декабря, ровно 20 лет и один день тому назад, в Вискулях, Беловежской резиденции, руководители Советской Белоруссии, были подписаны соглашения о фактической ликвидации одной большой страны. Собственно, до формально-правового распуска СССР оставалось всего-навсего 17 дней. Прошло поколение, и пора действительно как-то это осмысливать, тем более, что мостики в то прошлое у нас возникают постоянно, и содержательные, и смысловые, и исторические, и психологические, и всякие. Поэтому, Георгий Александрович, хотелось бы все-таки понять ваши отношения. Вообще, вы помните декабрь 91-го, что было с вами, что вы испытали тогда, там, я не знаю, восторг или растерянность, ощущение победы, или какое-то ощущение обвала и катастрофы, или это прошло совершенно буднично, в общем, почти незаметно, как многие сейчас рассказывают. Ну, вот первые свои ощущения того, что вы помните об этих днях. Для меня Распадсадского союза начался, естественно, раньше декабря, как и для многих других. Я напомню, что к тому времени, даже точнее, примерно конец сентября, начало октября, это был момент, когда о своем полном суверенитете, образование самостоятельных государств уже объявили не только Прибалтика, но и Республики Северного Кавказа. Уже на подходе была Белоруссия и Украина. И фактически, в общем, от Советского Союза оставалась Российская Федерация и несколько Среднеазиатских республик. Ну, вот и все. Для меня это еще было драматично, потому что... Давайте вспомним, что начиналось это все с Прибалтики. У меня там было много друзей, особенно в Литве. И один из моих близких друзей умер в Москве в больнице. У него открылась язва с огромным кровотечением, которое врачи были остановить не в силе. И она была чисто такого психосоматического происхождения. Он переживал то, что происходило. И я его вез отсюда хоронить в Вильнюс. В хорошем месте он похоронен, красивому. Если поднять газеты, ну, скажем, там, вот опять конца сентября, допустим, да, 91-го года, то мы увидим, например, заголовки примерно такого типа в разных газетах. В газетах. Советского Союза уже нет, а они бла-бла-бла. То есть вот это ощущение о том, что все это рушится и этого уже нет, оно было абсолютно универсально, абсолютно отчетливо. Было ли это доминирующим ощущением? Конечно, нет. Потому что, напомню, что доминирующим ощущением для всех, в том числе и для москвичей, в то время был голод натуральный. Это постоянная проблема, что поесть, чем накормить детей и так далее. Вот это было доминирующим ощущением. А это, по необходимости, было вторично. И фактически после того, как в результате путча провалилась затея с новым союзным договором, а тут опять полезно поднять газеты, стало быть, конец июля, когда они уже все договорились и разбегались немножко отдохнуть перед подписанием, чтобы посмотреть, с каким оптимизмом те, кто подписал, и, например, Ельцин, с каким восторгом, оптимизмом, надеждой, они говорили о том, что вот, все, наконец, мы договорились, союз, ну вот, хотя бы такой спасен. Да. Ну, не произошло. Это, если говорить о событийной стороне, а если говорить о каких-то серьезных факторах... Да. Так вот, надо заключение сделать. Конечно, то, что произошло в Вискулях, это был не акт распада, это был патологоанатомический акт. Они просто подвели черту, зафиксировали статус-кво и нижайший им поклон, потому что распад любой империи это всегда очень тяжелая вещь и большая трагедия. Они смогли, оседлав, используя эту волну, и договорившись сделать это максимально мирно. Понятно. Хорошо. Тогда теперь вот с точки зрения осмысления того, что все-таки случилось, пожалуй, главный, наверное, сегодня вопрос, что все-таки это было. Это была человеческая воля, ну, я не знаю, в лице слабого и суетливого руководителя, например, с большой стороны, который оказался тогда во главе, который не смог просто проконтролировать те процессы, которые запустил. В лице тогдашней элиты, которая оказалась не способна к трансформации, даже тогда, когда все сигналы для этой трансформации вроде бы ими были получены. Или, может быть, выражаясь таким медицинским термином, харизма новых российских властей, новой элиты, возникающей, возрождающейся и так далее. То есть это воля или, с одной стороны, или, с другой стороны, это, ну, некая историческая неизбежность, это такая неизбывная поступь истории. Таким образом, в этой коллизии возникает всегда очень простой и понятный вопрос. Был ли шанс у СССР? Или этого шанса исторически не было? Вот с вашей точки зрения. Я вернусь к шансу, который давал союзный договор. С моей точки зрения, он мог оттянуть распад Советского Союза, может быть, сделать его более спокойным, плавным и технологичным, что очень важно. Ну, конечно, вершина технологичности это создание британского содружества на месте Британской империи. Конечно, есть и такие драмы, как распад Французской империи, война в Алжии и так далее. Но в промежутке есть много всяких вариантов. Мы, конечно, в промежутке, но если бы был союзный договор, мы бы сдвинулись, конечно, ближе к распаду Британской империи. То, что империи распадаются, это историческая неизбежная закономерность. То, что Советский Союз был империей, это абсолютно тривиально. То, что он был империей, еще к тому же нагруженной фантастически неэффективной политической системой, неэффективной в смысле адаптивности, это то свойство, которое абсолютно необходимо в современном мире. Советский Союз распался в том числе и потому, что эта система была не способна на институциональную адаптивность. И поэтому, собственно, и состоялся приговор. Дело в том, что революция, это всегда приговор, ровно тому, что вы спрашивали. Потому что революции происходят тогда, когда система не в состоянии ответить на вызовы, и элиты, как часть этой системы, не в состоянии ответить на вызовы. И тогда поэтому, а не по какой-то злой воле, происходит революция. Я напомню, Октябрьская революция произошла для большевиков абсолютно неожиданно. Неожиданно, конечно. Знает любой маломальский образованный историк. И это касается любой революции. Революцию называют революцией после того, как она произошла. А не до, в результате реализации плана каких-то демиургов. То точно так же и, как сказал Алексей Михайлович Салмин, с великой буржуазной российской революцией конца XX века. Или он ее еще называл первой великой революцией постиндустриальной эпохи. Это было неизбежно. Это был ответ на неспособность эту систему сделать эффективной. И вообще хоть какой-то адаптивной. Понятно. Я все эти вопросы задаю не исторической блажей, естественно, ради, а в связи с тем, что есть во всех этих вещах мостик к тому, что происходит сегодня. Да, это к сожалению. К сожалению. Последнее время, как вы знаете, прекрасно российские суверены начали убеждать своих подданных и опекаемых в том, что то, что произошло 20 лет назад, это крупнейшая геополитическая катастрофа и прочее, прочее. Причем подтверждая эти убеждения ну такой активный, активными интеграционными потугами или потугами ну и так далее. Как вы оцениваете, какова цель этой риторики? На кого она рассчитана? Неужели они до такой степени нерефлексивны и неадекватны, что все это как бы всерьез? Ведь, вы понимаете, за оценкой следуют действия. Если общество, значительная часть общества по разным причинам через 20 лет начинает разделять эту позицию о том, что это была геополитическая катастрофа. А катастрофа, что такое катастрофа? Катастрофа это то, что можно было предотвратить. И если бы это было предотвращено, то у нас бы немедленно наступила, спустилась бы благость, наступили бы именины сердца и все прочее. А если они преуспевают в этой убедительности, в этом убеждении, значит, за этим следуют действия. Так вот, мы вроде бы с вами понимаем, что это не катастрофа, это естественный ход вещей, который там в той или иной форме был как-то выстроен, как-то придуман, как-то обозначен, спасибо, что не так, как там, я не знаю, в 17-м году, или как в Югославии. Это мы с вами тоже понимаем. Так вот, с вашей точки зрения, какова цель этой риторики? Зачем? Ну, это такой судорожный поиск каких-то квази-идеологических обоснований собственной власти, поскольку с легитимностью у нее большие проблемы, и она постоянно в каком-то поиске. Вот это апелляция к имперскому прошлому, это такая попытка, она абсолютно стандартная, ведь в том числе и при каких-то социальных потрясениях те, кто встает кормила во время этих потрясений, они тоже ищут какой-то поддержки из прошлого. Как, скажем, это происходило во время Великой Французской революции. Там был такой новый взлет Ренессанса, апелляции к античному прошлому и так далее. То же самое было в Третьем Рейхе. Да, абсолютно верно. Апелляция в Древней Греции. Это абсолютно стандартный рефлекс. И действительно тут апелляция катастрофе с точки зрения уже какого-то серьезного подхода. Она абсолютно бессмысленна. Я напомню об одной, например, такой катастрофе. Филогенез на территории земного шара был очень сильно изменен в результате падения гигантского метеорита. Есть такое подозрение, что вид хомо сапиенс не возник бы, если бы не падение. А какая была катастрофа? Уж распад Советского Союза по сравнению с этим это просто даже нелегкий насморк. Вот. Поэтому в сфере социального тоже существуют такого рода события, но их оценка условно-этическая, но она всегда натянута. нет. Это попытки удержания власти в сфере борьбы за умы, не более того. Хорошо. И закрывают очень непростую тему, хотя ее закрыть довольно трудно, и так или иначе люди чуть более старшего поколения все равно возвращаются к ней. Тем более, что действительно существует представление о том, что с точки зрения устройства государственной конструкции, там все сильно поменялось, с точки зрения территории тоже, а с точки зрения отношений общества и власти изменилось немного. Но об этом мы, я надеюсь, еще поговорим. Так вот, закругляя эту тему, вы знаете, что меня во всей этой истории больше всего поразило? Я тоже хорошо помню декабрь 91-го, меня действительно как-то поразило, я еще сравнительно был молодой человек, но уже вполне такой сознательный, меня поразила абсолютная будничность того, как это произошло. Как будто так и должно быть. По этому поводу в свое время очень смешно написал Александр Гиннес, писатель наш замечательный, который специально с этой целью приехал в конце декабря в Москву с тем, чтобы из своей дальней эмиграции посмотреть, как это происходит. И вот его потрясение от того, что он пришел вечером 25 декабря на Красную площадь, не нашел там ни одной живой души, ни милиционерской, ни обывательской, никакой. И в этой такой полумгле вечерней, аккуратней, к полвосьмого вечера спустился красный флаг, поднялся триколор и все. И он говорит, я ждал крещен, да пишет Гиннес, и в итоге пошел пить водку. Он, кстати говоря, по этому поводу, вернее, эту историю включил в обоснование того, что далеко не все видят очевидцы в этой жизни. Потому что считают очевидец, он при этом присутств, и так далее. Да ни черта не видит очевидца. Не чувствует он эту историческую поступь. Георгий Александрович, все-таки все крупные события происходят, как вам чувствуется и кажется, так буднично. Или нет? Примерно такая же история, такую же историю вспоминают в том же самом семнадцатом году, в феврале, когда, или там в марте уже, когда кронштадтские, какие-то, кронштадтская флотилия приехал поддерживать там временное правительство. А там революция в стране жуткая. А обыватели питерские вышли на набережную Невы и чепчики бросали, думали, что это военный парад. Ну и так далее. То есть много этих историй. Поступ историческое действительно незаметно. Вот вам, как и следователю, как и историку, и социологу, как ее расчехать? Когда как? Когда как? Она, вы знаете, тут ведь очень просто. Она заметна тогда, когда в этом участвуют люди. И август 91-го вряд ли кто-то может назвать незаметным. Да. Не только в Москве, в Питере или в Барнауле. Там тоже были свои переживания и события по этому поводу. А главный признак, что в этом историческом эпизоде активно участвовали люди. Нет более бессмысленной акции, чем взятие Бастилии с точки зрения истории Франции. Но тем не менее это стало национальным праздником, потому что в этом участвовали люди. И это врезалось в память. Ничего так не врезается в память, как личное участие. о формальном оформлении окончания существования Советского Союза участвовало несколько политиков и рядовых комендантского полка спускавших флаг. И все. И все. И последний, наверное, все-таки на эту тему вопрос, потому что трудно тоже его как-то пройти. Вот для вас как внимательного человека, когда все, может быть, сегодня, вот эта позиция 20-летней уже давности как-то это скорректировала. Мы с вами уже договорились, что это была историческая поступь, и вряд ли можно было что-либо с этим сделать. Но все-таки то, что это произошло тогда, когда была пройдена точка невозврата, когда было ясно, что в этом состоянии, в этой конструкции, с этими элитами, в этом состоянии общества СССР больше не выдержит. Я причем задаю этот вопрос, потому что мы очень много обсуждали в разных контекстах эту тему, и у политиков, в том числе участников, очевидцев, невероятно разные позиции. Но от того, что все на самом деле точка невозврата была проведена вообще не нами, а там это все случилось осенью 1986 года, когда саудиты договорились с американцами, обвалили цены на нефть, экономисты многие так считают, а там, скажем, Геннадий Бурбулес, который тоже был в этой студии немножко в другом проекте, он утверждал, что до последнего 8 декабря 1991 года убеждали Кравчука, чтобы он подписал все-таки какую-то версию союзного договора, а он тогда, ссылаясь на референдум 1 декабря и на свое президентство, сказал, что он не имеет таких полномочий, и все, и тема закрыта. С вашей точки зрения, когда вот вот все, вот стало понятно, что это конец для вас? Если говорить с той исторической перспективы, которая нам видна сегодня, то сам термин по себе, сам по себе термин не очень применим, возврат куда. Ну да. Вот даже трудно определить... Да, да, да. Понятно, понятно. Конечно, возврата куда. Если говорить о продлении жизни Советского Союза, то я думаю, тут несколько точек. Ну, одна, банально мы уже ее обсуждали, это Августовский Ну, Август, понятно, да. Другая, это ошибка Горбачева, когда он не рискнул пойти на президентские выборы всесоюзные от имени народа. И третья, она немножко растянута, конечно, это 90-й год, когда были вот эти метания Горбачева туда-сюда. И есть еще, это не точка, это линия политического поведения, которая изменяет ситуацию очень сильно. Когда лидер отстает от процесса, это всегда приводит к большим проблемам. Горбачев, он одновременно и запускал, процесс, это его любимое слово, и вообще это когнитивный стандарт советский такой, они мыслили процессами, неуклонное загнивание, империализм, это процесс, и так далее, и так далее. Вот. Ведь то же самое случилось с Александром Вторым, он не успел довести свой указ о введении политического представительства в Российской империи, его взорвали ровно в тот момент, когда он вез этот указ. Формировалось все это именно потому, что с одной стороны, он запустил процесс модернизации, самый величественный в истории России, вообще-то говоря, и серьезный, а с другой стороны, он начал от него отставать, боясь введения представительства. Вот то же самое произошло с Горбачевым, что и да, раз корабль отстает, мы с него уходим. Юрий Александрович, вы представляли себе 20 лет назад, стоя на развалинах там всей этой государственной конструкции, что вам через какое-то очень недолгое время предстоит поучаствовать в воссоздании новых институтов государственного устройства и власти. Вас пугала эта мысль? Потому что я могу себе представить, как выглядели эти руины, потому что практически государственной власти в новообразованной Российской Федерации почти не было. Никогда такой мысли не возникало, и потом все это происходило довольно постепенно, вовлечения в этот процесс, как это, он прошел все стадии от инженера-конструктора до главного конструктора. До министра, да? Нет, до министра не дошел. Вот. Ну и так со мной, вот человека, который там что-то ворчал со стороны, да, потом... Услышали. Потом услышали, сказали, ну ты так, рядом сядь, посоветуй что-нибудь, а потом, ну ладно, ты сам поучаствуй-то в этом деле. Это все происходило довольно естественно, поэтому никогда какой-то отропи от этого не было. Понятно. Мы прерываемся на буквально несколько минут, и я напомню, мы говорим с Георгием Сатаровым, и через небольшую паузу вернемся к нашим разговорам о поисках истины. Не уходите. Это разговор цикла слова и молчания. Я напомню, что мы сегодня говорим с президентом фонда Индем, публицистом, социологом и исследователем Георгием Сатаровым. Георгий Александрович, ну, о вещах более таких общих, может быть, для нас более болезненных и более актуальных. Вы много говорите и пишете о сильной и слабой власти. Это действительно очень важная тема, особенно, я совершенно согласен во многом с вашей позицией. Сильная власть в том числе с точки зрения ну, что называется, вернее так, свидетельство слабости, состоящее в некой иллюзии тотального контроля, который в том числе, которым, к сожалению, болеет и очень многие власти, в том числе и наша сегодняшняя, то, что мы сегодня все это видим. Так вот, да, согласен. Обожаемый мною Николас Луман, тоже великий немецкий социолог, который вы довольно часто цитируете, я помню эту замечательную мысль о том, что сила власти определяется тем объемом степеней свободы, который он предоставляет обществу. Я в свое время, начитавшись всяких там историософов, там, от Тойнби с Шпенглером до Гумилева, тоже для себя определил такую простую и грубую типизацию власти, что власть бывает очень слабой, и таких примеров много, там, я не знаю, Временное Правительство или последний год Горбачева, власть слабая, та самая, которая испытывает ту самую иллюзию тотального контроля, и, наконец, власть сильная, та самая, которая отдает значительную часть функций регулирования собственного порядка на самоорганизацию общества. Все так, спору нет, и я согласен с вами, с Луманом, и спорить даже не хочу, но здесь есть две, как минимум две засады или два перекоса, о которых, наверное, очень важно было бы поговорить. С моей точки зрения, перекос первый и главный, это степень готовности общества к делегированию таковых функций. Мы, я знаю, что, ну вот, не запускается вот процесс гражданского сознания, процесс элементарной какой-то внутренней самоорганизации, даже какой-то элементарной консолидированности или запускается с невероятным трудом. Вы сами, я много видел в своих текстах, иногда с отчаянием пишете о том, что у нас нет не только власти, но у нас нет еще и общества в нашей стране или там оно и так далее. Что с этим делать? Какие, вы видите, пути для того, чтобы наше общество было готово к тому, чтобы отвечать вот этой, казалось бы, простой и очевидной формуле? Ну, не надо ничего делать, это уже происходит. Да, когда я в критическом запале пытаюсь кого-то разбудить, я говорю, ну, вы что там вообще дрыхните и так далее. Но на самом деле у нас... Там родина в опасности назывался, это статья. На самом деле там довольно, у нас довольно приличное общество, и в нем работают здоровые социальные инстинкты. Один из них, это как раз инстинкт самоорганизации. человек, животное социальное. Это эмпирический факт. Без социальности не выживает этот вид. Ну, такая вот идиотская мутация этот наш вид. И как только начинает исчезать государство и деградировать власть, как только власть-государство перестает выполнять свои базовые функции, на их место неизбежно вползает гражданское общество. Мы это видим совершенно отчетливо. Власть не способна справляться с пожарами. Что происходит? Появляются группы граждан, которые делают это как они могут делают сами. В том числе и делают самое главное, они пытаются предупреждать. А это самый эффективный способ. второе, власть, ну, там ясно, что происходит с нашей милицией и тераполицией, не в состоянии разыскивать пропавших граждан. Что происходит? Появляются самоорганизованные группы граждан, которые это делают сами или вместе или помогают власти. Сейчас появились группы граждан, это в самые разные формы, причем такие экстремально экзотические приобретают, допустим, поиск и борьба с педофилами. Тоже есть. И так далее, и так далее. И я уж не говорю про уже укоренившиеся стандартные правозащитные функции и прочее, прочее, которые тоже начали расширяться и укореняться именно потому, что в 90-е годы государство, тогда еще существовавшее, уходило из этой сферы, освобождало зону для действий, туда врывалось на плечах уходящей власти, врывалось гражданское общество. Это нормально, вполне, оно существует. Тут понимаете, нам нужно различать две разные категории. историю не делают большие полки. Историю делают несколько процентов граждан. И эти несколько процентов, они никуда не исчезали, они, может быть, разочаровывались, они начинали чувствовать, что это время не их, какие-то другие запахи появились, и на их место чуя это время, вползали другие, с другой активностью, допустим, националистической и так далее, потому что, ну, власть подавала им сигналы, которые помогали им по запаху определять, что это их время. Сейчас ситуация меняется снова, и мы отчетливо это видели на прошедших недавно парламентских выборах, поэтому ничего не надо искусственно делать, и участие не участие это личное решение каждого, и сейчас отчетливо опять же видно, как начинает это участие проявляться. Эти полуумки наехали во время выборов на совершенно безобидную организацию голоса, занятую святым делом, и тут же получили такой обвал в Ютюбе снимков всего этого бедлама с нарушениями законов, которые бы они никогда не получили, если бы все было тихо, и если бы перед этим, кстати, не было опыта использования своих смартфонов для решения других социальных задач, допустим, для борьбы с этими мигалками, и так далее, и так далее, вот, они просыпаются, они действуют, потому что снять и вывесить это уже очень серьезное действие. Поэтому я... Понятно, понятно, но меня беспокоит вот что. Я прекрасно понимаю, я вижу, что эта жизнь есть, она действительно как-то теплится, какая-то самоорганизация происходит. Более того, очень часто в качестве лозунга этой самоорганизации, внутреннего некого позыва, является не только то, что мы подхватываем ту функцию, которую бросило государство и не занимается таким-то очень важным общественным вопросом, но еще и здесь очень жива интенция отчуждения, то есть мы варитесь в своих шапито под названием выборы, политическая власть, там чем угодно, сами, милиция, охрана гражданских свобод, охрана права на жизнь, на здравоохранение, и так далее, варитесь сами, мы разберемся без вас, так вот, все-таки, мне кажется, та модель, о которой мы говорили чуть раньше, она предполагает как минимум, как минимум, некое сотрудничество между общественными институтами и государственными институтами на основе принципиальных вещей, а именно, все те же, гражданские свободы, которых нет, экономические свободы, которые, как мы с вами знаем, тоже ограничены, нельзя сказать, что их нет, но они, мягко говоря, ограничены, мы с вами прекрасно знаем, чем, в первую очередь, монополизмом, коррупцией, тюрьмой, и так далее, вот здесь, это ощущение отчуждения от того, что есть эти небольшие функциональные институты, которые существуют в каких-то пространствах, оно не уходит, я, прежде всего, говорил не о способности общества самоорганизоваться в чем-то, а о самоорганизации общества, о принятии от государства неких функций без, ну, в процессе преодоления, что ли, этого отчуждения, понимаете, о чем? Понимаете, я объясню вам, что меня очень дергает. Я понял, понял. Вот, буквально две детали. Да, вот вы вспомнили Александра Второго, две вещи вот об этом обсуждении мне в свое время очень так, в молодые годы поставили мозги на место. Первая вещь, это вот как раз в связи с тем, о чем вы говорили, с реформой Александра Второго, замечательный есть крошечный диалог из Чеховского Вишневого сада. Если вы помните диалог Гаева с Фирсом, когда Фирс говорит о том, что вот и до беды было, до несчастья было, и сова кричала, и там, самовар шумел, а Гаев спрашивает, до какого несчастья? До воли. И второй момент, который наверняка вы тоже очень хорошо помните, это зима, декабрь, по-моему, 93-го года, когда после первого голосования, вот этот крик отчаяния Юрия Федоровича Корякина, Россия, ты одурела. И вот эти вот несколько лет такого, вроде бы, живого самоорганизационного процесса, хотя все с тем же самым, вы об этом тоже пишите, с тем же самым патерналистским настроем, что, ребят, сделайте красиво. Красиво не получилось. И все. И вот эта корякинская фраза как-то для меня остановила этот гражданский процесс на какое-то время. То есть, вы понимаете, о чем я говорю? Вот об этом преодолении отчуждения. Возможно ли оно в наших обстоятельствах? Извините за длинную формулировку, но просто это очень больная тема, важная. Есть отчуждение и отчуждение. Вот известный анекдот. В одной семье мальчик не разговаривал. Три года не говорит, опять не говорит. Вдруг в девять лет во время обеда он говорит, суп пересолен. Родители, бабушка, дедушка, ой, Вовочка, да как же так, а почему же ты молчал раньше? Раньше все было нормально. А я к известному и описанному в политической науке сюжету о том, что в эффективных демократиях демократиях снижается участие. Известный феномен. Да, это мы согласны. Это форма отчуждения, но это форма отчуждения связанная с тем, что о чем не суетиться, когда все нормально. Хорошая, у меня хороший климат, поэтому не надо утеплять дом. Есть отчуждение эскапизм, бегство. это то, что было присуще с арху, то, что проявилось отчетливо в это десятилетие. Я не хочу с этим иметь дело. Это мне не нравится, но не хочу с этим иметь дело, потому что все равно безнадежно, и я убегаю в свой мирок какой-то, который я, поскольку есть возможность, сам для себя конструирую. И это совершенно разные формы, поэтому да, что касается эскапизма, мы видим, как он преодолевается, причем преодолевается в первую очередь благодаря усилиям нашей власти, потому что большей помощи гражданскому обществу и большего вклада в те результаты выборов, которые мы наблюдали, чем 24 сентября, когда наши думвиры объявили о том, что они меняются телами, трудно себе представить. Это оскорбило огромное количество людей, на что эта власть, привыкшая к этому пассивному стаду, как они полагали, естественно, не была готова к этому, она на это не рассчитывала. Получили по полной программе. Так что, понимаете, в природе не бывает монотонных процессов. Это первое обстоятельство. Второе. В социальной психологии существует такой феномен, это одно из главных открытий социальной психологии, то, что в некотором переводе называется фундаментальная ошибка атрибуции. Это вот что такое, что мы, оценивая и объясняя действия людей, склонны объяснять эти действия их личными качествами. А между тем, огромное число изящнейших и интересных экспериментов в социальной психологии показывают, что влияние ситуации гораздо важнее. И только на втором эшелоне объяснения идут личные качества. Кстати, когда мы, когда нас хвалят за нечто хорошее, объясняя это нашими позитивными качествами, мы тут же с этим соглашаемся. А когда нам приходится объясняться за что-то постыдное, мы, естественно, говорим об обстоятельствах. Это такое частное индивидуальное проявление фундаментальной ошибки атрибуции. Так вот, тем более говорить о каких-то константных свойствах людей, которые обрекают их на нечто, абсолютно безнадежно, это абсолютно неработающая объяснительная конструкция. А если мы уже говорим об обстоятельствах, то тут уже работает второй факт. Монотонных процессов в природе не бывает. Понятно. Хорошо. Но с другой стороны, да, согласен. Здесь есть еще одна такая, ну, что ли, еще одна задача, что ли, внутренняя, по крайней мере, есть ощущение, что что-то с ней надо делать. Вы, опять же, тоже в своих текстах я где-то встретил, вы вспоминаете Эмиля Дюргейма, о том, что, одного из первых социологов, о том, что, социальных мыслителей, что общество это в первую очередь нравственное единство некое. Об этом еще Платон раньше говорил про духовное единение в одном пространстве и так далее. Если там вспомнить, скажем, Владимира Сергеевича Соловьева с его там этой теософской конструкцией, если убрать акцент с теософии, то условием вот такого гармоничного единения и неотчужденного единения общества, он считал абсолютную необходимость, если вы помните, прохождение трех стадий. Там в теологическом варианте это теософия, теургия, теократия, а если переводить это на такой социально-политический, что ли, или там мировоззренческий язык, то это получение представления, становление этого представления в обществе и в конце концов осуществление всего этого, в том числе и во власть, во властных каких-то отношениях. Мы, я не вижу, да, как и Соловьев был идеалистом, сейчас мы уже прошли довольно много с тех пор, конечно, мы не проходили всех этих этапов, безусловно, но что-то мне подсказывает, что что-то в этом отношении все равно придется делать. И вот с чего здесь начинать, мне вполне понятно, ведь это единение все равно нужно на чем-то строить. Я не говорю сейчас о национальной идее ни в коей мере, но о неком, некое мировоззренческое единство, мировоззренческое, общее мировоззренческое пространство, в конце концов. Ведь каким-то образом оно же должно строиться или нет? Оно должно строиться, но, мне кажется, начинаться оно должно все-таки с морали, а с этим большие проблемы как раз у нас. Полосально. Что, опять же, если возвращаться к Дюргиму, что в условиях анемического общества неизбежно, он это все описывал, эффект анемии, анемического общества, отсутствия норм, что всегда происходят переходные процессы. Старая система норм, в том числе, не только формальных норм, но и неформальных норм, и морали, рушится, а новое только создается. Да, мы пока еще живем в этом переходном процессе и вынуждены искать, но это всегда происходит в том числе и в действии и самоустранении, а действие оно препятствует этому поиску. Мораль ведь вещь на самом деле довольно практическая, у нее только разные горизонты временной, мораль это в том числе и долгосрочная рациональность, а рациональность это абсолютно практическая категория, которая постоянно должна подтверждаться. действием. Вот, но как раз социальные перетурбации возвращают людей к необходимости поиска вот таких твердых островков, которые начинаются с морали, а дальше продолжаются и в мировоззрении, и сейчас это неизбежно будет происходить, конечно. То есть вы видите возможность того, что это начнет как-то формироваться? Это неизбежно, иначе социум не выживет. Понятно. Хорошо. И вернемся тогда ко второй засаде, по моему ощущению, которая есть вот в этой нашей, вернее, вашей сломанной модели о степенях свободы и силе общества. эта засада, она не национальная, она не наша Палестина, это скорее глобального характера, и я бы ее сформулировал так, если коротко. Ну, скажем так, да, вот Сергей Сергеевич Аверин в свое время очень смешно сказал о том, что в 20-й век он скомпрометировал ответы, но не снял вопрос. Чудная очень мысль. Действительно, 20-й век век модернизма, сейчас не будем туда уходить. он действительно пытался выстроить социумы самого разного рода на основе там некого конечного набора идей. Коммунистическая идея, националистическая идея, либеральная идея, потом коммунистическая как-то там трансформировалась в социалистическую и так далее. Так вот, что, если так бросить легкий взгляд на то, что происходит сейчас в мире, в общей глобальной ситуации, если попробовать понять не только экономические основы, потому что там все просто, действительно нужно жить по средствам и все. Это в этом природа долгового кризиса в развитом мире, что в Америке, что в Европе. Ну, а если попробовать задуматься о том, собственно, в чем корни, то, не вдаваясь, опять же, в длительные историосовские там всякие рассуждения, эта проблема чудесным образом сформулирована одним простым политиком, но не простым. Есть такой дяденька, я когда прочитал, я очень смеялся, Жан-Клод Юнкер, один из премьер-министра Люксембурга, очень активный строитель вот какой-то новой реальности в европейском пространстве, явно с беспокойством, так вот он сформулировал эту проблему очень просто. Он сказал так, мы прекрасно знаем, что надо делать, но мы совсем не понимаем, как нас изберут или переизберут после того, как мы это сделаем. И вот здесь возникает некий клинч между сросшейся в какой-то момент, во второй половине XX века и в настоящее время, либеральные идеи, где свободой есть принципиальная и главная ценность, и все-таки с неким обязательством государства о социальных правах, социальной защите и прочим, прочим, прочим. И вот когда элементарная ответственность элит не позволяет им, сопоставив А с Б, принять некоторые решения, рискуя не быть избранными, и начинается вот то шепито, которое мы сегодня наблюдаем. Понятно, что это очень, я как бы так сгрубил, но, опять же, вот возвращаясь к той самой истории, сложная власть, способная делегировать обществу некое пространство своих функций, некий корпус своих функций. Так вот, не возникает ли вот в этом, в том, что мы сейчас наблюдаем на неком глобальном уровне, ну, некого кризиса этой идеи и некой внутренней опасности, которая здесь существует, в том числе для самоорганизации общественного пространства. Никто ничего не может сделать. Вот все эти прыжки там в Соединенных Штатах по поводу бюджета, понятно, что нужно резать, понятно, что нужно его сокращать. Ну, всем я, все это понимают. То же самое в Евросообществе. И тем не менее, никто не решается сделать всерьез. Ну, начнем с того, что я с легким подозрением отношусь к людям, которые говорят, что мне прекрасно ясно, что надо сделать. Ну, да, понятно. Пять раз. Второе. Когда они говорят, что вот мы знаем, что надо делать, но боимся, что нас не изберут, ну, значит, ребята, значит, у вас интеллекта не хватает просто. Если вы не можете придумать, как вам сделать то, что вы считаете нужным сделать и убедить людей согласиться с этим, ну, извините, ну, не хватает, значит, наверное, не надо у вас их забирать. Может быть, другие должны это сделать. Третье. Да, есть некий системный кризис западной цивилизации, мы сейчас о ней говорим, но он связан не с этим, он связан с другим, и, на мой взгляд, это прекрасно описал Джеймс Скотт в своей замечательной книжке, которая в русском переводе называется «Благими намерениями государства». Это кризис государства модернах, и он абсолютно общий, он не зависит от того, реализуется этот кризис через коммунистическую идеологию, фашистскую, или через какие-то извращения либеральной идеологии. Это неизбежный кризис, связанный с вырождением очередного эволюционного достижения в сфере социальной эволюции. Государству модерна не больше 300 лет, если уж говорить о его абсолютно современной форме, то это вообще поствоенная конструкция после 1945 года. И надо напомнить, что эволюция не рождает идеальных решений, не может их родить. Все эволюционные достижения несовершенны, рано или поздно они демонстрируют свою несостоятельность. Государство модерна уже в 20 веке ярчайшим образом это продемонстрировало. Реакция государства модерна была на этот кризис абсолютно неадекватной. И сейчас это происходит уже как бы помимо воли. Ну, например, мы живем в условиях растворения идеи суверенитета, за которую государство модерна боролось 200 лет всеми силами. Сейчас уже считается нормальным отдавать свою часть суверенитета. Какая была фантастическая борьба между централизованным государством и феодалами за валюту. За то, что только государство должно обладать этой монополией на выпуск своей валюты. Отдай, без проблем. А это касается уже и сферы безопасности. Я уж не говорю технологических информационных сфер и так далее. Это государственная модерна, которая привела к колоссальным катастрофам в 20 веке, уже начинает потихоньку исчезать. И вот это надо осознавать. и это в том числе предполагает и ответственность общества гораздо большую, чем это было в комфортных условиях формирования государства потребления. Это уже совершенно по-другому. Но пока... Вот готовы ли к этому обществу? Вот к этой большей ответственности очень разлагает потребление и царство этого потребления. Причем и мировоззренческий и социально, и гражданский. Всякое. Если говорить о появлении новых идей, то, да, существуют уже и лауреаты Нобелевских премий, которые пишут о, скажем, других экономических стимулах, да, помимо роста потребления. Существуют идеи в других сферах. Поиск различных заготовок под будущее, он происходит постоянно, это неизбежно. Как это будет входить в массы, предсказать довольно трудно, и в каких практических формах это будет реализовываться, тоже предсказать довольно трудно, но постепенно начинать готовить людей к этому нужно, и если говорить о там процессах социализации, то это прежде всего означает, что нужно объяснять подрастающим людям, что государство не является абсолютной ценностью, например. Это очень важно. Хорошо, Георгий Александрович, не успеваем мы с вами поговорить о вашей замечательной гипотезе о природе социальных изменений, я надеюсь, что это будет повод для того, чтобы еще раз увидеться. Время заканчивается, практически закончилось. Последний вопрос, который не могу вам не задать, вот вас как человек, как, что называется, думающую боевую единицу, я бы так спросил, что сегодня в эти дни, годы, минуты беспокоит больше всего? Что не дает спать? То, что у меня остается все меньше и меньше времени. Банально. Спасибо. Я напомню, что сегодня в цикле «Слово и молчание» мы говорили с президентом фонда Индем исследователем и социологом Георгием Сатаром. И я не могу отказать в удовольствии, чтобы не закончить нашу программу. Крошечные цитаты из одного текста нашего сегодняшнего собеседника. Там написано очень просто и понятно. Не могу понять, пишете вы, почему интеллектуалам не приходит в голову, что руки могут быть не только сильными, но и умными. Вот на этой ноте я хотел бы закончить. Еще раз, Георгий Александрович, спасибо вам большое за участие. Я очень надеюсь не последний раз. А я напоминаю, что это было слово и молчание. Если вас заинтересовали темы и сюжеты нашего разговора, вы можете это продолжить на сайте Финам.фм. Мы услышимся с вами через неделю вновь на волнах Финам.фм в программе «Слово и молчание». Меня зовут Дмитрий Несветов. Будьте здоровы. Всего вам доброго.